Девушки отдыхают А, ну это у вас такие страны ассоциации Я понял ваша ассоциация Хорошо, а вы откуда будете, если не секрет? Весь в Подмосковье Из такого города? Город Пушкин Ну понятно А какой самый большой город в Московской области, знаете? По-моему Красногорск Балашиха, может с вами беседовали, я вам говорил А вы забыли Я первый раз вижу вас Ну значит похожего на вас Балашиха, 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 сколько там населения? Ну сейчас 508 миллионов 508 тысяч, по-моему Ну в Пушкины и в районе 240 Но Пушкина мелкий город И Красногорск мелкий А сейчас сделали К Пушкинскому округу добавили Ивантеевку и Красноармейск Ну я знаю, это общая тенденция Ну не по Московской области То есть города поклощаются Это соседние поселки За некоторыми исключениями Есть один город в Московской области Вот интересно, отгадаете или нет Который постоянно наоборот Его дробят Отщепляют от него районы И он уменьшается в размерах Еще лет 10 назад Он был вторым городом в области Второй, после Подольска А сейчас вот где-то 8-9 По населению Какой это город? Отгадаете, нет? Не, Химки что ли? Да не, Химки не изменяются Уже лет 50 в своих границах Город Люберцы Люберцы? Кстати, у меня в Малаховке-то это Участок Ну вот Я туда редкий есть А, ну поэтому не знаете Люберцы постоянно теряют территории В 70-х они потеряли Некрасовку В 80-х Косино и Жулебино В нулевых Белую дачу А в 10-х уже Котельники Сейчас Котельники отдельный город Слышали? Там где Автовокзал новый А там короче братвы что ли не осталось? Чего они свое-то не отжимают обратно? Ну, выросли Наоборот, братве нужен статус Если он в Котельниках У него Он пошел Пошел в Горсовет Это уже Горсовет А не райсовет А не Какой-нибудь Районная громада Повышение статуса Братве это выгодно Я на самом деле пошутил Все равно Если на пользу городу пойдет У нас же тоже было Поделили Ивантеевку и Красноармейск Отсоединили от Пушкинского района А сейчас обратно присоединили Ну не то что отсоединили Сделали просто Сделали городами областного подчинения Которые подчиняются напрямую правительству области Это было еще давно Такие вот тенденции Лыткарина был первый город Люберецкого района Которые вывели из Люберецкого района Подчинение напрямую Правительству Московской области Это еще было в 70-х по-моему А потом пошло Ну допустим Что сейчас с Пушкиным будет У нас вообще без власти Исполнительные обязанности Человек находится Ну вроде говорят Там сейчас выберут Надо дела делать А все стоит Потому что голову не назначили Исполняющий обязанности Очень неохотно подписывают Какие-то Какие-либо договора А куда старый глава делся Все До свидания Закончил Эту полномочия Ушел Понятно Ну ясно До этого Два мэра Один был в бутылке Это Гребенеченко Жирков Они в бутылке По-моему Гребенченко Уже вы Выпустили А Жирков Еще в бутылке Сидит Но только коробцы У нас здесь Словик Их иногда Сажают Но пока не осудили Я не буду никого Назвать преступником Ну я понял Это логично Хотя говоря Если хотите Заходите на мой канал У меня Служу Советскому Союзу Хорошо Служите Спасибо Товарищ офицер Какой ваш ВУЗ Верховные Советы Верховные Советы Где вылюблено В Москве Нет ВУЗ Это военно-учетная специальность Она шестизначна Я вот помню Смой ВУЗ Какой? Три единички Три нуля А у вас? 482 2 290 Понял Молодец Тоже помните Вы откуда Из какого города? Из Москвы Из Москвы Из какого Если не секрет Муниципального района? Кузьминки Брат Кузьминки Родные Кузьминки И воспитывался В Кузьминках Да Где с Люблинскими Я дрался Напротив Ленина В детстве Когда в школу ходил Ну и с Выхинскими Ебой И с Выхинскими А вы откуда Знаете-то? И Выхинские Были Были Подходили Там драки Были страшные Они Правда В годы Вашего детства Называли Ждановскими Слушайте А вы откуда? Потому что Я город Торонто Потому что Метро называлось Ждановское Они называли Ждановскими Ждановское Да Была такая Откуда Вы все Прям в подробностях Я вам сказал Как Кузьминский Вы мне Ждановское Метро И все Вы даете Хотя в Торонто В Канаде Я могу предположить Что я Географию Москвы Знаю Намного лучше Вас Хотите Тесли Вопрос Слушайте Вы старше меня Вы наверное Прошли больше Чем я В этой жизни У меня просто Феноменальная память На географическое название Поэтому я Могу вам Перечислить Не только Допустим Станции метро По выбранной Войне ветки А могу даже Станции электрички В пределах Москвы Чуть дали С любого вокзала Даже интересно Ну вот Называйте вокзал Который вы знаете С которого есть Я вам перечислю Любой Вот по выбору Курский Ленинградский Казанский А нет Это если Это мы Дойдем А если метро Если метро Пролетарская Таганская Марксистская Я вам Назову их там Я не о том Говорю Я говорю Если хотите проверить Свои знания Мои Мои знания Москвы Называйте Так Называйте Значит Вокзал С которого Чаще всего Ездят на электричке Я вам назову Станции Последовательно Вот Выхино Но это Выхино Казанский вокзал Вы должны сказать Казанский вокзал В таком случае Правильно Пожалуйста Я вам говорю Назовите вокзал С которого Или направление Выхино Текстильщики Текстильщики Это Курский вокзал Курский вокзал Пожалуйста Слушайте Вы настолько Хорошо Знаете Направление Пожалуйста Я вам перечисляю Вот не гугля Вот мои руки Да Да Москва Курская Москва Товарная Четвертый километр Калитники Сейчас называется Потом Да 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 Ну и сейчас Так осталось Нет Сейчас уже Калитники А был четвертый километр Раньше Да Новогиреево Да неправильно Новохохловск Новогиреево Это Курское направление Новохохловск Текстильщики Слушайте Откуда вы так хорошо знаете Вот это все Вы машинистом были Слушайте дальше Люблино Депо Перерво Да Москворечья Царицыно Вот я вот Я не смотрю Никуда не гужи Царицыно Покровское Красный строитель Класс Класс В Торонто Бица Бица Бутова Щербинка Силикатная Подольск Весенняя Душа-то не жмет Я мимо нее У меня водители ездят Я вот начальник транспортного отдела Понятно Я по любому вокзалу могу вот так назвать Слушайте А вот вы сидите И вот Душа-то не жмет В каком смысле Ностальгия что ли? Да в прямом Ну конечно Ностальгия Вот вы сейчас Рассуждайте Вот я бы даже Не вспомнил Некоторые вещи Если честно Ну сейчас жмет Сейчас жмет Из-за ковида А так я каждый год По два раза езжу Мне хватает Удовлетворительных Да во что? Да В нормальные годы У меня квартира в Москве Если не ездить Там начинают плохо себя вести Арендаторы У меня и в Харькове квартиры есть И еще одна В Люберцах А я вот почему-то Украинский флаг нажал И на вас попал Вы говорите в Торонто А вы же на Украине сидите? В Украине В Торонто Ну как положено говорить Почему? Это называется VPN Слушайте У вас Ну акцент не акцент Но я не слышу вообще Абсолютно ничего Вы со мной ровно по-русски говорите Ну я русский Почему я должен с вами По-другому говорить? Я могу сказать А есть московский Есть рязанский Есть липецкий А вот вы Вы где рожденные? Я сейчас с вами говорю На московском акценте Могу на Харьковском Допустим Город Харьков А ну Гэкаем Там Пэкаем Я могу Подстроиться Подзабеседниками Могу на английском С вами говорить Ну мы с вами отвлеклись Вот Просто вы не поняли Я Я Хотел похвастаться Перед вами Своими знаниями Я вам предлагал Назвать любого Да вы знаниями Я обалдел Я обалдел Я просто вот Любой вокзал Я с любого вокзала Могу назвать Остановки В принятах Москвы И далее Ближнего пригорода Вот вам хитренький вопрос В Москве Сколько в Москве Вокзалов Московской железной дороги Пять Ну ответ неверный Что-то вы Вы наверное Приехали в Москву В Москве Знаешь Ленинградский Ярославский Казанс Нет Ну я родился В Кузьминке Я вам честно говорю Я никогда не заморачивался Дальше Дальше Ленинградский Три вокзала Дальше Три вокзала Три Дальше Рижский Дальше Рижский Отдельно Идет Рижский Вокзал Рижский Который Который Кстати Сносит Его Сейчас Заново Устроить Четыре Идет 4 И Павелецкий Павелецкий 5 Еще есть Белорусский Еще есть Белорусский 6 7 Киевский Курский 8 И Савеловский Дил Ну я не Машинист Я тоже Не Машинист И Савеловский 9 В Москве 9 Вокзалам На 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 вопрос, сколько в Москве вокзалов Московской железной дороги, правильный ответ 8. Потому что один из них не является вокзалом Московской железной дороги. Какой? Можете догадаться. А он как считается? Проходной? Нет, ну я просто задумался. Нет, он не проходной. В Москве проходной только Курский и Белорусский вокзалы. Они вокзалы Московской железной дороги. Блин, не знаю. Блин, Ленинградский не является вокзалом Московской железной дороги. А почему? Не, ну он торцевой считается, все равно на Прибалтику уходит вагон. Потому что он относится как к Япску железной дороги. Такова структурное отделение на РЖД, на бывшем МПС. Изначально, когда даже строился, он относится как к Япску железной дороги. Угу. Слушайте, вы все-таки к МПС относитесь как-то, вот, вы прям четко все. И образование прям слышно. У меня три образования. Два из них высших, по одному ученой степени. Ну? Но третье образование у меня среднестатисты. Слушайте, а в Торонто, а почему в Торонто попали? Почему в Торонто попали, а вот не остались вот именно на этих трех вокзалах? Грубо говоря, ну, я как бы это утрирую, конечно, моменты. Ну, когда я уезжал... Почему вот так вот? В Канаду модно бы уезжать, а когда я уезжал, тем более, там, в начале нулевых. Так что... Ну, вы дядька-то серьезный. Вы мне уж просите. Ну, понятно, понятно. А вот... Ну, хорошо, хорошо. Я вас понял. Я вам дал свой канал, или заходите на мой канал, если вам интересно. А как называетесь мне, чтобы в Ютубе вас найти, если что-то? Да, в Ютубе найдете. Ну, послушай. Сейчас я вам... Даже интересно. Называется Денка. Вот в Торонто живете, да? Да. А я вот смотрю, сегодня второй год, хоккей, когда Харламов, Михайлов... Да, это... Влупили им. Это называется... Влупили. Да, 7-2, 7-2. Первый матч, 7-2. 7-3. 7-3 был счет. 7-3 был счет. Да, ну, это первый матч был супер, да. А в итоге-то они влупили, а проиграли суммарно. Но первый матч был супер. Вот, копируйте. Самое главное, первый матч там... Ну, ладно, похер второй. Михайлов сказал, у меня, говорит, пот. Там, Бобби Хилл, там, ну, там такие вообще, ну, знаменитости стояли. У меня, говорит, пот вдоль позвоночника в коньки сливался. А у меня, говорит, коньки начали быть скользкие из-за того, что у меня пот лился. Ну, я понял. Потому что такие люди стояли перед ним. Вот Михайлов, он сейчас старый, Михайлов, сейчас он живой, Михайлов. Ну, я знаю, да. Ну, Харламов разбился, царство небесное, а вот... А Фирсов, говорит, умер, да? Фирсов. Недавно. Фирсов, да, тоже умер. Да, тоже. Они умирают. В воротах стоял Зингер. Третьяк. Третьяк это золото. Зингер стоял, не было третяка еще. Зингер, по-моему. В сельсвтором году? Да, это потом уже третяк стало. Но вы старше меня, вы, кстати, молодым застали, наверное, вот этот матч. Да, да. Вы были на этом матче? Вы были на этом матче? Я ж не был в Канаде в это время. Я ж в Канаде с пятого года всего. Я ж не был в Канаде в сельсвторе. А, не, ну, значит, да. Значит, не получилось. Это величайший матч был. И, кстати, Боби Халла никакого не было. Боби Халл играл, там было две, это самое, две системы, НХЛ и ВХА. Вот Боби Халл играл в ВХА. В ВХА первые в 72-м не играли, играли только с НХЛ. Там был Фил Эспозито знаменитый. Да, 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 был. Это величайший вообще хоккеист. Это уже был во вторую суперсерию, когда играли с НХЛ. Слушайте, смотрите, а насколько в Канаде, в СССР, да, любили и футбол, любили и хоккей. Ну, да, да. Но это не так. А для Канады это было, это, я не знаю, это война была с СССР. Вот тогда это была война. А какое самое лучшее? Фил Эспозито, Фил Эспозито в интервью сказал, он говорит, сказал бы нам тренер убить, там, Харламова, там, Фирсова, Михайлова, кого-любого. Мы, говорит, его клюшкой задушили бы. А какое, как вот вы знаете историю футбола советского? Какое наивысшее достижение советского футбола на международной арене? Стрельцов? Не фамилия, а именно, вот вы, выигрыш чего, или как, второе место, или третье где-то. В 68-м году, по-моему, Европу мы выиграли. В 60-м. В 60-м, я прошу прощения, но я молодой, но мне 38 лет. Я понимаю. Простите меня. Я, извиняюсь, я вам довожу до сведения, что первый чемпионат Европы выиграла сборная СССР. В 60-м году. В 60-м году. А на чемпионатах мира высшее достижение... А в воротах кто стоял? Стрельцов. Яшин в воротах стоял. Стрельцов вообще в воротах не стоял. А, все, прошу прощения, говорит, вот сюда, это Яшин. Ну, я прошу прощения, потому что, ну, немножко это плавали. Хотя у меня в институте... Яшин стоял и в лучшем достижении в чемпионатах мира, когда взяли бронзу. Четвертое место. Единственный год, когда давали бронзу на четвертое место. Да, да. В 26-м году стоял Яшин. И тогда был лучший игрок мира. Пеле вырубили венгры, прямо в наглую вырубили, по кости ему дали. То есть, сломали кость в первом матче. И лучшим игроком стал Эссей Био. Слышали такого Эссей Био? Нет. Ну, это... Нет, честно скажу, нет. Это знаменитый игрок. Еще тогда реклама была. У нас критиковали в Эссс за рекламу сигарет. То есть, тогда футболисты курили на поле. Вот бегаешь, а Эссей Био... А вы где жили тогда при СССР? Я жил в Харькове, в Москве, на два дома. Ну, и в то время еще в Харькове жил. В 76-м году маленький еще был. Слушайте, вы непростой человек, между прочим. Так вам интересно? Я вам рассказываю про... В 66-м году. Интересно, да. Да, да. Так популярность Яшина была настолько велика, что, когда ему забивали гол, к нему подбегали извиняться. То есть, игроки чужой команды перед ним извинялись. Обалдеть! А когда такое видано? Вот, и Эссей Био, когда забил посреди гол, он минута две перед Яшиным извинялся. А Эссей Био лучший игрок этого чемпионата. И минута две перед Яшиным извинялся. Прямо... И судья ждал, не мешал. Он так, типа, вот, да, вот так извинялся. А, то есть, не принимал решение, да, вот пока... Нет, он принял решение, после этого Эссей Био начало извиняться. Он, ну, ждал, ждал, что не это самое. Он бы мог сказать, давай, продолжаем матч, что там, это отвлекало. А он ждал, и Эссей Био так вот перед ним, там, похлопывал, там, вот извинялся как-то по-английски. Это было интересно смотреть. Даже я еще мальцом был, но очень интересно. Я еще в записи посмотрел. Слушайте, ну, вы считаете, у нас сила была в спорте? Ну как, ну, в футболе нельзя сказать, что сила. В хоккее... В хоккее. В хоккее сейчас нормальный, я считаю, неплохо. И хоккей сейчас... Ну, все равно, как говорит Третьяк, он говорит, мне 55 лет, я никогда не встану вот там где-то чего-то на ворота. Вот. Ну, он говорит, раньше страсть по хоккею была больше, чем сейчас. Ну, понятно. Ну, наверное, пока... Раньше меньше было развлечений при СССР, поскольку общество-то было все-таки закрыто, поэтому... Да и при Канаде, нет, ну, там страсть такая была, там люди просто фанатели. Поэтому отдушина была в спорте. Я, кстати говоря, в 80-х и вот в Харькове жил, а в Москве в аспирантуру, в аспирантюре учился. И был председателем московского общества, болельщикового металлиста. Мы в матче, выезда... О! Вот, это председатель московского общества был. И металлист взял кубок СССР, это серебряный кубок СССР, если видели. Ага. Вот, я был на банкете, этот кубок в руках подержал, там, пощупал его. Да вы что? Да, вот лично я... А вы выпивали? Перетяк говорит, мы всегда выпивали, всегда, говорит, я ни разу, ни одного хоккеиста. На банкетах, конечно, выпивали, без вопросов. Но я был на этом банкете, как меня знали, команда меня знала, как председателя московского общества, болельщикового металлиста. Обалдеть, вы, блин, вы легенда, вы легенда. Вы скопировали канал, я вам написал. Мой канал, скопировали название? Я не вижу, я не вижу, я же в России. Вот, внизу написано, Денклуб, смотрите. А у меня не написано. Ну, запишите... А, Денклуб, вижу, 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 все. Копируйте, копируйте, или запишите ручкой. Вставляйте в поиск Ютуба. Денклуб, да, вижу, вижу, вижу. Все, все, появился. Появился, да. Вставляйте в поиск Ютуба и находите мои каналы. Я вам... Вам будет интересно. Вы так заинтересовались. Вы будете хороший зритель мой. Так что все, жду вас на канале. Да я Россию люблю, Господи. Ну, так кто мешает мой канал, смотрите, в Североссии любите. Очень хорошо. У меня много фактов интересных. А вы сейчас с кем работаете? Комментатором, вот, ну, чтобы понять, вот, ваш голос, ну, послушать, где-то какое-то рассуждение. Ну, вот, нет, ну, так официально я уже не работаю. Я работаю, частные уроки даю. Вы пенсионер? Частные уроки даю, вам говорю, частные уроки. А голос у меня мой, узнаете на канале. Вот, 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 чтобы рассуждать, вот, это талант должен быть. Зайдете на канале, узнаете, оцените, напишите комменты. Главное, скопируйте. Денклуб, я вижу, Денклуб, я вижу. Все, вы выслали. Прямо сейчас, как распрощаемся, прямо набирайте в поиске Ютуба и посмотрите. Хорошо. Да, ладно, всех благ вам, жду вас на канале. Прямо сейчас. Давайте, давайте, я вас тоже обнял и очень рад с вами пообщался. Очень спасибо. Прямо сейчас заходили, Слава Кузьминкам. Спасибо огромное, давайте. Естественно, этом перекрестке... Вы откуда будете, если не секрет? Из Москвы. А что вы хотели спросить? Ничего, просто... Ну, вы начали спрашивать, я вас полюбил, пардон. Необычно видеть по человеку в таком возрасте, в част рулетке. А в каком возрасте? Ну, вы достаточно выглядеть очень зрелым человеком. Так, чат рулетка, вообще-то, ну, вообще Ютуб это для тех, кому за 30, а кто моложе, для тех, тик ток, инста. Ну да, но мне когда скучно я тут сижу. Это же элементарно. А где в Москве, если не секрет, живете? В каком униципальном районе? Тверской. А, в центре. Ах, айти хитренький вопрос по Москве вам задам. Давайте. Сколько в Москве вокзалов московской железной дороги? Московской железной дороги? Да. Ну, белорусский, киевский, ленинградский, курский. Ладно, не мучайтесь. Вообще-то, вы в Москве родились? Да. Ну, вообще-то москвичи знают, что в Москве 9 вокзалов. Но правильный ответ на этот вопрос 8, потому что 1 из 9 не является вокзалом московской железной дороги. А какие еще? Ну, давайте, вот, если, вот, 9 вокзалов, ну, допустим, с 3 вокзалов, начи, ленинградский, казанский, ярославский, если по-часовой эти, курский, павелецкий, киевский, белорусский, рижский, савёновский. Вот 9 вокзалов. Один из них не является вокзалом московской железной дороги. Какой? Не знаю. Ну, что, в Питер не ездили никогда? Ленинградский, да, конечно, в Питере езжу постоянно. Ленинградский вокзал, это вокзал Октябрь, железной дороги. А, я не знаю. Ну, тут вообще известно. Ну, хорошо. Ну, ладно, у меня много таких загадок, в том числе в Москве. Если хотите, заходите на Москву. Москва, можете так подписываться, писать комменты под новую. Или у вас, может, ник такой и такой же. Хорошо, приятно было познакомиться, если вопросов нет, то всех благ. А я хотела у вас узнать, это вы в видео записываете сейчас? Ну, да, я у вас записал, если хотите, выложу. Но будете... Можете выложить. В разделе короткие встречи, чет рулетки у нас диалог маленький, две минуты. Вы уже увидите себя. А вы сами откуда? Торонто. А, то есть вы не из России? Нет, не из России. Видите, меня светло за окном. Угу. Но вы приехали в Торонто из России? Ну, не совсем из России, но я на два дома жил в Москве, в Хальпе. А что, вы по работе приехали? Да. Понятно. А как вы сюда пришли? Вам дети сказали? Кто, что-то рулетку? Ну, просто YouTube-канал завести. Что, дети? Что, сейчас? Сам не соображаю, что в интернете. Интересно, что ты рассуждаете. Ну, очень часто так делать своим родителям. Интернет же не... Это не при вас начался. Интернет начался еще где-то с нулевых годов сначала. Ну, был и был. Не то, конечно. Не было таких вот чат-рулеток. Был слабая скорость. Была такая по переписке. Были текстовые каналы. То есть, как Васьки. Слышали такая Ась? Ась, Ась. Вот это предшественница всех этих WhatsApp'ов и так далее. Там, ну, можно было общаться только текстом. Потому что иначе скорость не позволяла. Интернет такой был. Ну, вы там вообще еще, наверное, под стол ходили, да, в нулевом году. А уже интернет был. А вы прямо считаете, что интернет прямо... Прямо вот как вы, значит, вступили в зрелый возраст более-менее, в осознанный. Но интернет появился. Нет, он появился намного ранее у вас. Понятно. До свидания. Ладно. Жду вас на канале. Скопировали, да, название? Да, да, скопировала. Все. Приятно было побеседовать еще раз. Жду вас на канале. Всех благ. Их, в общем-то, всех и назвали «русские», потому что это глагол. «Русские» — это «какой чей» отвечает. «Русские» — это «какой чей». «Русские» — это «какой чей». Сучье семя выведем за родную Россию, как уси их рассеют, тяжела будет Иисус Павель. Спасибо гостиницу, еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная, но не позволит никому учить нас жизнь. Я поздравляю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти, будет только Харьковская власть. Выше ума узнает, кто сейчас стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Субтитры сделал DimaTorzok